По алкинам и алкоденам у нас один тест, 47-й тест, и решаем низкую задачу. Четвёртый вопрос. При полной гидрогенизации алкина, значит, полная гидрогенизация, это соединение 2 моль водорода, получится СННН плюс 2, получили 17,6 грамм продукт, а при полном сгорании такого же количества алкина, ТНН-2Н-2 плюс 1,5Н-0,5 кислород, Н углекислый газ, Н-1 вода, получили 1,2 моль углекислого газа. Найдите число атомов в молекулы данного алкина. Каким образом мы можем решить задачу? Смотрите, количество углеродов в составе алкина и в составе алкана, полученного при гидрогенизации данного алкина, не меняется. Масса углерода в этом образце не меняется. То есть масса углерода в составе углекислого газа равно на массу углерода в составе алкина, а масса углерода в составе этого алкина равно масса углерода в составе алкина, вступающейся в эту реакцию, а тут только соединяется водород, это значит углероды в составе алкана, алкина, алкина и углекислого газа, в общем, одинаковы. Поэтому мы определяем массу углерода, 1,2 умножаем на 12, 14,4, а тогда масса водорода в составе полученного алкана 17,6 минус 14,4, 2,2, 3,2. А теперь количество атомов углерода, 1,2, мы это знаем по углекислому газу, а количество атомов водорода 3,2, это значит углерод 1,2, водород 3,2, умножаем на 10 углерод 12, водород 32, такое не может быть, сокращаем на 2 углерод 6, H16, такое тоже нету, и еще на 2 сокращаем, на 2 сокращаем все 3, H8. Вот такой алкан есть, это полученный алкан, то есть С3, H8, получается при гидрировании чего? Пропина, пропин значит С3, H4, ну это же алкин, С3, H4, а сколько атомов в составе одной молекулы? 7, поэтому правильный ответ тут, 7. Пятый вопрос, смесь состоит из этилена, этилен С2, H4 и этина С2, H2. Для полного бромирования этой смеси расходуется 240 грамм, 44% бромной воды, этилен соединяет 1 моль брома, а цитилен соединяет 2 моль брома, в результате С2, H4, бром 2, и С2, H2, бром 4 получим. Так, 40% этилен, давайте я принимаю, пусть у меня будет X моль смеси, тогда 0,4Х и 0,6Х алкин и алкин. А бром расходуется на первом углеводороде 0,4Х, а для второго 1,2Х. Общее количество брома тогда сколько? 1,6Х моль. А количество брома мы определяем через раствор брома, 240 грамм, 4% делим на 160, 0,6, 0,6 моль. А дальше я просто 0,0,6 приравниваю на 1,6Х, тогда X получится, X это общее количество смеси, сколько получится? 0,375 моль. А объем смеси, тогда 0,375 умножаем на 22,4 и то и другое газообразное вещество. 0,84 оказывается литр, очень маленькое число, 0,84 литр оказывается общее количество смеси. Понятно? X – общее количество смеси, 0,4Х – этен, 0,6Х – ацетилен, 1,2Х, 0,4Х брома расходуется, общая 1,6 х, х моль брома расходуется, а бром 0,06 моль. Отсюда мы определяем X, а потом умножаем на число, на малярный объем, на 22,4. Восьмой вопрос. Какая масса технического 80% карбида кальция требуется для получения из него двухстадийным синтезом винилхлорида, если выход на каждой стадии 80% от теоретического? Кальций-карбид плюс вода, получаем кальций-гидроксид плюс ацетилен, потом ацетилен плюс H-хлор, C2, H3, хлор, вот это есть винилхлорид. Так, винилхлорид 12,5 грамм, масса сколько? 26,36,5, 5,2, 62,5, 62,5, можно через количество, 0,2 моль, но только, знаете, выход 80%, да? Выход 80%, это значит, 0,2 вступил в реакцию 80%, что такое выход? Вступает 80%, и из вступившегося винилхлорид 12, значит, 0,2 точно вступил, это 80%, 100х, 0,25. И ставим сюда 0,25, вот видите, на самом деле было получено 0,25 моль ацетилен, а потом вступил 0,2, потому что выход 80%, кальций-карбид 0,25, только выход первой реакции тоже 80%, это значит, 0,25 моль опять 80%, 100% Х. 325, 300, 600, 0,300, 125, правильно? Вот, а в начале задачи написано 80% технический карбид кальция используется, это значит, технически это значит не чистый, там 20% примеси, а вот этот, это чистый кальций-карбид, правильно? А смотрите, что можно делать, просто 0,31,25 умножаем на 64, это масса карбидокальция, 24, 20 грамм, да? А теперь 20 грамм я принимаю как 80 и определяю, 125 грамм получилось. Понятно? Три раза мы используем 80, один из них массовая доля карбидокальция, в техническом карбидокальции, а потом две реакции и в каждом выход по 80%. И девятый вопрос, при дегидрогенизации 0,2 моль этана образуется 2, даже 3 разные вещества, этен, этин и водород. Значит, этен, С2, С4, если образуется этен, то 1 моль водород, а если образуется этин, то также с ним 2 моль водорода образуется. Этан всего 0,2 моль, полученный смеси, средняя масса 12 грамм на моль. Найдите объем алкена, то есть вот этот алкен, сколько? По-разному можно решить эту задачу, через даже систему можно решить задачу. Ну, одного берете X, другого Y, но это не самый короткий способ. Я вам более короткий способ покажу, смотрите. Масса не меняется, да, в закрытии системы протекает реакция, масса не меняется. Масса эта на сколько грамм? 0,2 умножаем на 36 грамм, правильно? А МР, полученный смеси, МР другой, М масса другая. МР и М сильно отличаются, вы даже не знаете, в чем разница. А МР это что? МР это М деленное на Н, правильно? Так, мы знаем МР, мы знаем массу, масса не меняется в результате. Меняется количество, масса не меняется. Отсюда Н равно М, деленное на МР, 6 делим на 12, получится 0,5. А теперь я беру одного X, другого Y. Полученные газы 2X и 3Y. Тогда X плюс Y 0,2. И 2X плюс 3Y 0,5. Тогда 2X плюс 2Y равно 0,4. Я умножаю на 2, первое уравнение. Так, Y 0,1, X 0,1. Значит, алкен сколько? Алкен 0,1 моль. Объем алкена 2,24 литра. Да, 0,1 умножаем на 22,4. Первый способ, о котором я вам говорил. Как можно было решить задачу? Да, конечно, мы берем XY. Тогда смотрите, первое уравнение X плюс Y 0,2. Второе уравнение 24X плюс 22X плюс 26. 26, да, 26, нет, подождите, это 28. 28X, 28Y плюс 4Y, деленное на 2X плюс 3Y равно 12. Вот надо будет решить вот такое уравнение. Ну, вот такое, как бы, страшное, на самом деле, это не страшное уравнение. Ну, вам так может кажется, можно заменить на вот такую маленькую, опять, на систему, но уже более понятного, да? А каким образом мы это заменим? Просто я определяю количество полученных газов. Это легко, вот масса 6 грамм. МР12, значит, 0,5 моль газов получается из 0,2 моль. Мы нигде тут не используем массу. Через массу всегда сложно решать задача. Через количество лучше. Потому что 2-3 раза больше и меньше. Это уже очень удобно для расчета. Понятно? Ну, если хотите почувствовать разницу, пожалуйста, решайте вот это уравнение до конца. И вы сами сразу поймете. Нет, моль этана 0,2. 0,5 моль – это смесь. Потому что средняя масса 12 грамм, а масса смеси по-любому 6 грамм. Ну, если 6 грамм этан вступает в реакцию, 6 грамм смесь получает. Закон сохранения массы. 6 делим на 12, получаем моль конечной смеси. 0,5. Была 0,2, стала 0,5. Но при этом этан полностью вступил в реакцию. Тринадцатый вопрос. На полное гидрирование смеси метана, ацетилена и пропена. Смотрите, метан, ацетилен и пропен. Светы реакция. Расходуется равный ей объем водорода. Ну, водород расходуется для гидрирования, значит, ацетилена и пропена. Плюс 1 моль водорода. И вторая реакция, а для его сжигания смеси расходуется кислород, превращающий объем исходной смеси 2,7 раза. А уже метан тоже вступает в реакцию. 2,5 для ацетилена и 4,5 кислорода для пропена. А это уже через тройную систему решается. Водород просто для двух веществ расходуется, поэтому мы знаем, что водород 1 литр. Если смесь 1 литр, тогда y плюс z1. 2y плюс z1. Смотрите, что у нас получается. x плюс y плюс z1. 2y плюс z1. А также 2x, 2,5y и 4,5z. То есть, 2x плюс 2,5y плюс 4,5z равно 2 сила 7. 2 сила 7. Вот. Вот такое уравнение получается. Сможет сам? Попробуйте. Справитесь? Хорошо, не справитесь. В следующий раз напомните, я вам покажу решение. Восемнадцатый. Ацетилен вступает в реакцию Кучерова. H, C, C, H плюс вода. В прошлый раз я вам написал эту реакцию с механизмом, даже с промежуточным соединением. А теперь уже напишу просто начальное и конечное соединение. Альдегид образуется. Пи-связь в составе ацетилена 2, а в составе полученного продукта 1. В результате Пи-связи уменьшается на 0,9. Смотрите. На 1 уменьшается Пи-связь. 1 моль ацетилен вступает в реакцию. Правильно? 2 становится 1. Значит, на 1 моль уменьшается 1 моль ацетилен, на 0,6 моль уменьшается. Сколько ацетилен? 0,6 моль ацетилен вступил в реакцию. Это факт. Вступил в реакцию 0,6 моль ацетилен. Найди выход реакции. А, 0,9. 0,9. 0,6, 0,9. 0,9 моль вступил в реакцию. А всего было сколько? Общее количество ацетилена. Н общая ацетилена. 26,88 делим на 22,4. 1,2 моль получается. Правильно? Всего ацетилен 1,2 моль вступил в реакцию. 0,9 моль. Найди выход. Значит, 1 сила в 2 моль в 100%, 0,9 моль, х процент, х. Вот вам 75% получится. Тридцатый вопрос. При гидротации неизвестного алкина получили кетон, молекула которого число СП3С связи относилось в 33 раза больше, чем СП2 гибридных орбиталей. Ну, CNH2N-2 плюс H2O. Это реакция Кучерова. Я через общую формулу написал. CNH2NO получится. То есть, 2 водорода добавляется и становится 2N. А кетон? Кетон это что такое? Кетон это соединение, оксусоединение, содержащее обязательно вот такую функциональную группу. И там может быть сколько-то углерода насыщенной. Все углероды с левой и с правой стороны, они насыщенные, СП3. А СП2 гибридизован тут кислород и вот этот углерод. В общем, что я могу сказать, в составе любого кетона, СП2 орбитали, насыщенный кетон, СП2 орбитали 6. Ну, 2 атома, 2 на 3, 6. А СП3 может быть сколько угодно. Это уже зависит от количества углерода. А, тут не орбит... А, да, СП2 гибридные орбитали. Значит, смотрите, что тут написано. СП3-С связи, деленные на СП2 орбитали 4 третьих. А СП2 орбитали всегда 6. Поэтому можно найти СП3-С связь. Х равно... Сколько? 28. 8. А СП3-С связь, это что такое? СП3-С связь возникает, смотрите, возникает между насыщенным углеродом, СП3 гибридным углеродом и водородом. Вот, СП3 углерод, С водород, СП3-С связь. А всего должен быть 8. А если углерод с двух стороны, по одному, тогда 6 становится СП3-С, правильно? Вот 3 в одном первичном углероде и 2 у вторичного углерода. Чтобы количество водородов стало 8, я сюда должен написать еще один углерод. Получается вот такой кетон. Или мы можем делать такой вывод. СП3-С связь, это количество водорода. Почему? Потому что водород соединяется только с насыщенным углеродом. Поэтому 2Н я могу приравнять на 8, тогда n получается 4. Это что значит? Это значит количество углерода 4. А мы знаем, что один из них в составе карбанили-группы. Остается 3. Ну, 3. По-любому и с левой, и с правой стороны должен быть 1 углерод по одному. Поэтому в одной стороне 1 углерод, в другой уже 2 углерода. Водород соединен только с СП3. Ну, для этого надо знать немного эту тему, кетоны. Ну, кетоны это вот такие вещества. Здесь видите, водорода нет. 1 СП2 углерод, это вот этот углерод, и у него не может быть водорода. Водород только у СП3 углерода. А их 8. Значит, углерод 8 по общей формуле. Вот общая формула кетона. Углерод 4. Один из них вот этот, и остается 3. 1 и 2 с двух сторон. Кетоны-то мы запасы. Как я вам сказал? И на королевом, что я знаю, на манге, на максау, я знаю, что я знаю. Хорошо. Тридцать пятый вопрос. В составе образца цис-полиизопрена, давайте еще раз напишем, полиизопрен, C, значит, CH2, CH3, да, вот. Ну, или вот так можно описать, я вот. Когда он написал, метил с левой стороны. Вот этот изопрен, вот, 2 метил, бутадеин 1, 3, полимер, N. Вот. В этом образце количество СП2 гибридных орбиталей, СП2 гибридных орбиталей, 1200, N, A, 1200 моль. Найдите массу образца. Так, СП2 только у двоих углеродов. СП3, СП3, СП3 насыщенность, да? Значит, в составе одного мономера, в одном мономере, сколько? 2 атом, а орбиталь 6. СП3 орбиталь, правильно? А сколько мономер содержит? 1200. 200, да? 200. Значит, степень полимеризации 200 получается. А как найти массу? Вы знаете, масса мономера умножаем на 200. Всё, получится масса полимера.